добрый день сегодня у нас четвертая встреча то есть четвертая лекция и вторая лекция по разделу центральная нервная система на прошлой лекции мы с вами достаточно подробно разобрали как работает центральная нервная система мы вспомнили что основной структурно-функциональной единицей является нейрон из нейронов состоят нервные центры все эти нейроны в нервном центре имеют особенности разная возбудимость разное количество контактов от этого зависит свойства нервных центров и мы выяснили очень важную особенность один нервный центр всегда каким-то образом координирует свою работу с другими центрами то есть существуют принципы координации вот это все принципы работы центральной нервной системы работы нашего мозга сегодня мы в одной лекции в одной лекции обзорной лекции посмотрим функции различных отделов центральной нервной системы забегая вперед я знаю что время наше ограничено я хочу вам показать методические разработки которые выпущены нашей кафедрой здесь как раз включен объем нашей сегодняшней лекции но материал несколько шире представлен ну потому что я ограничен во времени в нашем организме в целостном организме центральной нервной системы выполняет интегративную функцию это я напоминаю мы это с вами знаем то есть объединяющую работу различных систем различных органов и даже тканей в работе центральной нервной системы существует четыре таких ну что ли вида этой интегративной деятельности а лучше даже так сказать что интегративная деятельность проявляется в четырех ниже следующих функциях это рефлекторная и основная речь пойдет о ней я сейчас ее пока пропускаю не комментирую это проводниковая функция проводниковая функция фактически рассматривается на кафедре нормальной анатомии наверное вы помните проводящие пути спинного мозга которые связывают высшие этажи центральной нервной системе допустим с моторными нейронами или информация идущая от органов пропускают высшие эшелоны центральной нервной системы это проводниковая функция не больше говорить не буду единственное что напомню что некоторые пути идут прямо некоторые осуществляют перекрест это вы все должны знать из курса нормальной анатомии эндокринная функция эндокринная функция мы ее с вами уже рассматриваю вы ее рассматривали в курсе гистологии и мы на втором занятии с вами говорили о гипоталама гипофизарной системе напоминаю связь гипоталамуса с аденогипофизом с нейрогипофизом мы очень косвенно очень издалека касались эпиталяма эпифизарной системы она менее изучена она менее изучена но она есть то есть эпиталамус командует железой эпифизом которые вырабатывают гормон мелатонин серотонин и целый ряд пептидов следующая функция трофическая на второй лекции нашей лекции я говорил о генерализованной трофической системе напоминаю о чем идет речь все нейроны центральной нервной системы взаимосвязаны и обмениваются друг с другом не только импульсами а какими-то гуморальными факторами в том числе трофическими факторами то есть все они вместе формируют генерализованную трофическую систему и удаление одного или группы нейронов из этой системы оказывает негативное повреждающее влияние на всю центральную нервную систему кроме того наверное следует иметь ввиду что центральная нервная система оказывает трофическое влияние и на ткани те которые инеррируют это влияние оказывает и соматическая нервная система и вегетативная нервная система о которой речь пойдет через одну лекцию особенно хочется уже сейчас выделить вот в этом трофическом влиянии роль симпатического отдела вегетативной нервной системы об этом много подробно говорил писал ученик ивана петровича павлова академик леон абгарович арбели очень крупная фигура в физиологии я о нем в лекции по вегетативной нервной системе еще раз скажу итак среди всех четырех функций мы все-таки будем говорить рефлекторной мы говорим нервная регуляция подразумеваем рефлекторная регуляция в основе которой лежит рефлекс все рефлексы осуществляются по рефлекторной дуге и в спинном мозге тоже есть нейроны есть нейроны в соматическом отделе и есть нейроны в вегетативном то есть автономном отделе нервной системы какие-то нейроны подавляющее большинство 95 97 процентов по разным данным это вставочные нейроны но мы их называли контактные нейроны мы их называли интер нейроны это все одно и то же задача которых передать информацию из сенсорных разворот по моторному нейроны но иногда передать и активировать моторные нейроны иногда информировать и затормозить работу моторного нейрона это мы все разбирали следующая группа У нейронов – это моторные нейроны. Моторные нейроны бывают альфа. Альфа – большие, крупные. Они командуют так называемыми быстрыми моторными единицами. И альфа – малые, которые командуют так называемыми медленными моторными единицами, о которых я говорил вам на второй лекции. Есть ещё мотонейроны гамма. О них у нас пойдёт отдельно речь в следующей лекции. В следующей лекции они иннервируют особые рецепторные образования, находящиеся в скелетных мышцах. Ну, это мы подробно в следующий раз обсудим. Вот напоминание о нейронах. Напоминаю, рефлекторная дуга, сенсорный нейрон, передаёт информацию вставочным, который либо в задних рогах, либо в боковых. А моторные нейроны располагаются в передних рогах спинного мозга. Итак, рефлекторная функция. Она осуществляется на всех этажах центральной нервной системы. На уровне спинного мозга – это сегментарные рефлексы. То есть, допустим, на уровне сегмента С6 входит информация, шейный сегмент. И на этом же уровне С6 информация через моторный нейрон выходит, ну, какой-то, допустим, скелетные мышцы. Это чисто сегментарный рефлекс. Ну, в спинном мозге есть масса межсегментарных рефлексов. Допустим, рефлексы, связывающие сегмент шейный 6, допустим, с грудным 5. Или поясничный, допустим, 4 сегмент с каким-то крестцом и так далее. В головном мозге уже нет этого принципа сегментарности. Поэтому там разделяют рефлексы на системные, то есть, принадлежащие какой-то одной системе, допустим, пищеварительной. Или, допустим, сердечно-сосудистой. Мы дальше об этом ещё поговорим. И есть межсистемные, связывающие работу одной системы, ну, допустим, сердечно-сосудистой, с дыхательной. Я сегодня буду, наверное, об этом говорить. Есть так называемая дыхательная аритмия. То есть, при углублённом дыхании у молодых людей где-то до 20 обычно лет она наблюдается, при углублённом дыхании возникает вдруг аритмия. Это явление нормальное. У взрослого человека этого не должно быть. Если у взрослого человека появляются такие явления, мы уже считаем это патологией. Как мы будем изучать функции различных отделов центральной нервной системы? Мы возьмём за основу функции спинного мозга. Функции спинного мозга. Рассмотрим их. А потом к функциям спинного мозга будем добавлять какова функция продолговатого мозга. Что нового он вносит? Мозжечок мы сегодня не будем касаться. Мы его на следующей неделе, на следующей лекции посмотрим. Дальше мы добавим средний мозг. Что он даёт нового? Потом промежуточный мозг. Потом конечный мозг. Кстати, некоторые вопросы функции конечного мозга мы тоже рассмотрим на следующей лекции. Потому что даже весь конечный мозг мы вряд ли сегодня успеем рассмотреть. Поэтому обращаю ваше внимание ещё раз на это пособие. То, что я не успею, вы можете прекрасно здесь почитать. Спинной мозг удобнее всего рассматривать на спинальном животном. Из курса анатомии, наверное, вы знаете. Спинальное животное – это животное, у которого с внутренними и с прочими органами имеет связь только спинной мозг, который отделён от головного. Обратите внимание. Это вот картинка из вашего атласа по физиологии. Животное, у которого отделён спинной мозг от головного, оно погибает моментально. Прекращается дыхание. Прекращается дыхание. Так как дыхательный центр в продолговатом мозге, а подчинённые ему структуры – в спинном. Значит, как изучать на спинальном животном функции спинного мозга? Видимо, надо сохранить дыхание, чтобы животное самостоятельно дышало. А нейроны, которые выполняют конкретную функцию расширения грудной клетки, они расположены, по крайней мере, в шейном отделе, на уровне С3, С4. Это место выхода, как вы, наверное, помните, из анатомии диафрагмального нерва. Значит, перерезку, чтобы посмотреть функции спинного мозга, делают не здесь, а на уровне С4. На уровне С4, чтобы сохранить... Вот видите, здесь я вам показываю уровень перерезки. Чтобы сохранить дыхание у животного. Потому что отсутствие дыхания – смерть. И на этом животном ничего не изучишь. Если мы сделаем такую перерезку, то есть создаём спинальное животное, но способное самостоятельно дышать, то мы сразу увидим, что рефлекторная деятельность у этого животного отсутствует. Это отсутствие рефлекторной деятельности называется спинальный шок. Мы сегодня, несколько позднее остановимся на спинальном шоке, и я поясню вам современный взгляд на механизм его развития. Потому что в разных источниках информации спинальный шок по-разному трактуется. Что ещё бросается внимание? Раз рефлекторная деятельность отсутствует, то резко снижен, а лучше даже сказать, на какое-то время полностью отсутствует тонус скелетных мышц. Тонус скелетных мышц. У этих животных резко снижается артериальное давление. Ну, забегая вперёд, хочу сказать, в будущих лекциях Татьяны Анатольевны Блохиной вы узнаете, что в основе поддержания артериального давления тоже лежат рефлексы. А раз они исчезают, то и давление падает. То и давление падает, и поддерживается за счёт каких-то местных механизмов регуляции. И, наконец, важно отметить, что у спинального животного не поддерживается состояние гомеостаза. Не поддерживается. То есть, нужны какие-то выше лежащие структуры, чтобы обеспечить это состояние. Все рефлексы спинного мозга можно каким-то образом разделить. То есть, выделяют, допустим, группу соматических рефлексов. Они реализуются через соматический отдел центральной нервной системы. Это обильная группа защитных рефлексов. Ну, допустим, вы отдёргиваете руку от горячего, допустим, предмета. Или вам наносится какая-то болевая травма, моментально мы от этого раздражителя отдёргиваем руку, ногу или убегаем. Есть группа сухожильных рефлексов. Вот тот рефлекс коленный, а некоторые, наверное, видели на занятии ахиллов рефлекс. А потом вы увидите массу других сухожильных рефлексов с верхних конечностей. Это моносинаптические рефлексы. То есть, это рефлексы, у которых нет вставочных нейронов. И в протоколе первого занятия мы рисовали дугу коленного рефлекса. Коленного рефлекса. Не защитного, а коленного. С двумя нейронами. Сенсорным и моторным. Всё. Точно так же выглядит следующая группа рефлексов. Рефлексы растяжения. По сути дела, это та же самая рефлекторная дуга. То есть, допустим, врач искусственно у пациента берёт конечность, берёт бицеп, растягивает его и чувствует ответное его сокращение. Фактически, совершенно то же самое, по сути дела, что и в сухожильных рефлексах. Только там удар, а здесь непосредственное растяжение мышцы. Следующая группа – это ритмические рефлексы. Ритмические, то есть повторяющиеся. Ну, например, чесательные рефлексы или чесание. Ведь когда животное или мы чешемся, извините, то мы не один раз осуществляем какой-то двигательный акт, а несколько раз энергичные, проводим повторяющиеся движения. Они замыкаются в спинном мозге. Они заложены генетически в спинном мозге. Ну, и, наконец, цепные двигательные акты. Бег, ходьба. Может быть, вам сейчас трудно представить. Ходьба, бег, сложный акт. Наверное, тут должен участвовать головной мозг. Да, конечно, он участвует. Он участвует, но сами рефлексы, сама моторная программа акта ходьбы или там бега, она заложена в спинном мозге. А головной мозг, он только координирует работу спинного мозга. Вот, допустим, если спинальное животное вот таким образом подвесить, как на этой картинке, оно может осуществлять вот такие акты, акты ходьбы. Ну, могу привести другой пример. Если вы видели грудного ребёнка, которого мама или там бабушка поднимает, отрывает от кроватки, то нижние конечности, ножки, совершают шагательные движения. То есть, это всё показывает, что, в общем-то, рефлексы есть, мозг работает. Только потом, на более поздних этапах развития этими шагательными рефлексами будет командовать головной мозг. Он может их усиливать и не может их тормозить. Следующая группа рефлексов спинного мозга – это вегетативные, то есть, они реализуются в вегетативном или автономном отделом нервной, центральной нервной системы. Это рефлексы висцеро-висцеральные, то есть, с внутренних органов на внутренние органы. Это рефлексы моторно-висцеральные, то есть, со скелетных мышц на внутренние органы. Давайте посмотрим, я картиночки вам покажу, но сразу хочу сказать, что вот висцеро-висцеральные рефлексы в реальной жизни, в клинике, когда вы будете работать, могут быть причиной ошибок в диагностике. Посмотрите. Висцеро-висцеральный рефлекс может начаться, ну, допустим, с желчного пузыря при его переполнении или при закупорке желчного протока или вообще с печени. Информация может прийти в спинной мозг и осуществляется передача на сердце и изменяется работа сердца. И может возникнуть, допустим, сужение коронарных сосудов. Сужение коронарных сосудов ощущается резко, как боль. Это может быть возникнуть стенокардия, принцип стенокардия. И, ну, врач, который не разобрался в этом состоянии больного, может лечить сердце, тогда как надо лечить-то печень или желчные пузыри. Вот рефлекс гепатокардиальный. Или, наоборот, рефлекс, смотрите-ка, с сердца через спинной мозг на желудок. То есть, проблема-то где-то в сердце, в миокарде, в сосудах, но болит у пациента, боли он ощущает со стороны желудка. Вот, или какие-то там неприятности. Вот это висцеро-висцеральные рефлексы. Моторно-висцеральные рефлексы. Дело в том, что они приносят, скорее, больше пользы. Вот есть категория людей, которые не очень любят двигаться, ездят чаще на транспорте, чем ходят пешком, избегают физических нагрузок. У этих людей чаще всего наблюдаются заболевания внутренних органов от недостаточности движения. Кстати, при многих патологиях со стороны внутренних органов назначаются лечебные физкультуры. Какие-то движения. Движения наклона, движения подъема конечностей, напряжения мышц передней брюшной стенки. И все это оказывает благотворное влияние на состояние внутренних органов. Вот это моторно-висцеральные рефлексы. Есть группа смешанных рефлексов. Это висцеры моторные. То есть они как бы начинаются с вегетативной нервной системы, а заканчиваются на соматической. Поясню, о чем идет речь. Вот, кстати, висцера моторный, извините, рефлекс. Хотелось его прокомментировать. Если кто-то из вас когда-то подвергался операции по поводу аппендицита или какой-то другой операции по поводу неприятностей язвенной болезни желудка или что-то еще, то он, наверное, ощущал, что передняя брюшная стенка была напряжена. И вот врач-хирург при диагностике так называемого острого живота, острый живот в кавычках, то есть заболевание какое-то во внутренних органах, он, пальпируя переднюю брюшную стенку, ощущает резкое напряжение. Почему? Ну, допустим, язвенная болезнь желудка. Информация идет в спинной мозг. И идет на моторные нейроны, иннервирующие переднюю брюшную стенку. И больной как бы не дает проникнуть руке хирурга, врача, пропальпировать вот эти какие-то внутренние органы. Вот это висцеромоторные рефлексы. Есть еще рефлексы, так называемые висцеросенсорные. Висцеросенсорные. Поясню. Они помогают в диагностике так называемых отраженных болей. Отраженные боли. Посмотрите, это из вашего атласа картинка. Из вашего атласа. Найдите ее, проанализируйте. Ну, вот я вам сейчас хочу рассказать, как это происходит. Смотрите. Задние, вставочные нейроны в задних рогах, они принимают информацию с поверхности кожи. Но они же принимают информацию и, допустим, с какого-то внутреннего органа. Допустим, сердце или желудок, или откуда-то. Информация, которая идет с внутренних органах, у здорового человека приходит сюда, но она является допороговой. То есть, эти импульсы идут очень редко и не вызывают возбуждение этих вставочных нейронов. А информация с поверхности нашей кожи через соматический отдел приходит и постоянно воспринимается. Допустим, мы чувствуем информацию, идущую с предплечья руки, с предплечья, допустим, левой руки, мы чувствуем информацию. И вдруг у пациента, допустим, инфаркт миокарда. Или стенокардия. И вот в данном случае от сосудов сердца, от самого миокарда идет масса импульсов с гораздо большей частотой. И помните явление суммации? За счет суммации до пороговых импульсов эти нейроны возбуждаются. А дальше-то информация идет по тому же самому пути в мозг, и мозг считает, что эта информация пришла с поверхности предплечья, с кожи. И у человека вроде как болит-то рука, или зуд в руке, или чешется, или что-то такое. Врач, который не понимает, что это отраженная боль, начинает мазать поверхность кожи разными мазями, и не обращает внимания на сердце, или на желудок, или на что-то. Вот что значит отраженные боли. Они очень помогают в диагностике заболеваний. Ну вот еще схема отраженных болей. Что можно сказать, заключая разговор о спинном мозге, о его рефлексах? Все рефлексы спинного мозга имеют определенный, строго определенный уровень замыкания. Ну, допустим, если мы видим, что коленного рефлекса почему-то нет, то мы начинаем думать, что да, на уровне второго или третьего поясничного сегмента какие-то проблемы. Какие проблемы? Смотрите, смотрим дальше. Может быть, снизилась возбудимость нейронов этого сегмента спинного мозга. Почему она снизилась? Может быть, какие-то межнейрональные взаимоотношения. Может быть, активность соседних сегментов изменилась и по механизму индукции одновременной или последовательной. снизила возбудимость нейронов от поясничного отдела. И нет коленного рефлекса. Вы, может быть, обратили внимание, когда преподаватели вам показывали коленный рефлекс, он не всегда получался. Что делал в это время преподаватель? Он пытался отвлечь пациента. И вы также, как врачи, должны отвлечь пациента от этой процедуры. И тогда рефлекс появляется. И тогда рефлекс появляется. То есть, на рефлексы могут появлять супраспинальное влияние из головного мозга. Человек боится, что будет делать врач. И у него нет рефлекса. Если его успокоить, еще раз повторяю, отвлечь, то рефлекс может проявиться. А вот если он при всех ваших стараниях не проявляется, надо задуматься, нет ли какого-то органического повреждения. Именно на этом сегменте. Может быть, не доходит просто информация, соответствующая из центральных отделов. Заключая разговор, я хочу сказать, что спинной мозг выполняет в нашем целостном организме интегративную функцию. И вот отраженные боли, они как раз являются примером этой интегративной деятельности. По мере прохождения в высшие этажи головного мозга мы будем видеть, что интегративная деятельность будет усложняться. Давайте рассмотрим функции следующего отдела центральной нервной системы. А следующий отдел это уже головной мозг. Но в головном мозге первым отделом является продолговатый. Мы его, наверное, объединим вместе с мостом. Анатомы мост и мозжечок относят к так называемому заднему мозгу. Мы функционально давайте будем объединять продолговатый мозг и мост. Вот если в эксперименте провести поперечную перерезку ствола мозга выше моста, то есть отделить мост с продолговатым мозгом и со спинным от среднего мозга, то есть оставить связанным с рожганами нашего тела только спиной, только продолговатый и мост, а средний мозг не допустить к этой связи, то получится бульбарное животное. Посмотрите на его позу. Я сейчас не буду касаться объяснений. На следующей лекции мы с вами разберем, а почему животное выглядит так странно. Вытянута конечности, запрокинута голова, вытянут хвост, даже здесь не очень четко показана выгнута как-то спина, то есть повышен, резко повышен тонус мышц разгибателей, в данном случае у животных, у кошек. Вот давайте рассмотрим, что будет у бульбарного животного, какие кроме этого будут изменения. Ну первое, на что я хочу обратить внимание и показать отличие от спинального. Спинальное животное сразу погибало, потому что прекращало функцию дыхания. Бульбарное животное дышит. Значит, мы с вами можем сделать вывод уже какой, что в продолговатом мозге есть центр руководящий дыханием, то есть дыхательный центр. Кстати, это очень важно для понимания, как доказывает, что дыхательный центр расположен в подолговатом мозге. У нас будет лекция по дыханию, и мы к этому вопросу еще вернемся. Следующее. Бульбарное животное, как и спинальное, осуществляют рефлекторные функции. Рефлекторные функции, они могут быть разделены так же, как и в спинном мозге на соматические, на вегетативные и смешанные. Но здесь уже рефлексы от продолговатого мозга, они могут быть и по системам. Помните, мы говорили, системный принцип. То есть, допустим, рефлексы дыхательной системы или рефлексы сердечно-сосудистой системы. Я уж сейчас не буду их вам все перечислять, у вас будут лекции, вы все это узнаете. Рефлексы пищеварительной системы, моторные рефлексы или двигательные рефлексы. О них на следующей лекции будет у нас с вами разговор. Или рефлексы выделительной системы. Вот системы. Они могут быть уже целенаправленно выделены как защитные. Вот в спинном, в чистом, в спинном мозге в чистом виде защитных рефлексов вроде бы и не должно быть. Они идут под руководством выше лежачих отделов. Ну, примитивные, конечно, есть. Вот отдергивание руки и так далее. А здесь более сложные защитные рефлексы. Смотрите-ка, в дыхательной системе кашлевой рефлекс, чихательный рефлекс. С одной стороны, они системные, с другой стороны, незащитные. Или мигательный рефлекс защищает, роговицу в глазах. Или рвотный рефлекс. То есть, вот это все рефлексы. И все они имеют жизненно важное значение. Следующее, что обращает внимание, на что следует обратить внимание, гипертонус разгибателей. На это я обратил внимание, но имейте это в виду. Животное не поддерживает равновесие. Животное не поддерживает равновесие, потому что тонус мышц разгибателей у этого животного выражен хорошо. Вы это видели на картинке. А тонус мышц сгибателей практически отсутствует. Поэтому если это животное вывести из состояния равновесия, оно его уже не восстановит. Никак. Следующее, на что я хочу обратить внимание, у бульбарного животного стабильное, нормальное артериальное давление. помните, у спинального животного давление было резко снижено, у бульбарного оно нормальное. Значит, механизмы контроля над давлением, то есть, это работа сердца, состояние сосудов, контролируется уже не из спинного, а из продолговатого мозга. это важно помнить. На лекциях Татьяна Анатольевна вы это услышите еще раз, подробно узнаете. Ну и, наконец, бульбарное животное так же, как спинальное, не поддерживает гомеостаз. Допустим, вы работаете с бульбарным животным, нужно поддерживать температуру. Оно может перехладиться, если холодно. Оно может перегреться, если слишком жарко в помещении. То есть, его нужно каким-то образом сохранять его гомеостаз этого животного. Интегративная деятельность подолговатого мозга. Да, конечно, есть. И она более сложная. Вот я уже говорил. Вот дыхательная аритмия. Это связь одной системы дыхательной с другой системой сердечно-сосудистой. У спинального животного этого нет. Или пример глоточно-сердечный рефлекс. Наверное, мы с вами не будем проводить такую работу, но вот до последнего года, когда мы проводили подобные эксперименты в практикуме, мы такой эксперимент проводили. Смотрите, человек, допустим, пьет воду или просто он совершает глотательное движение. Попробуйте дома засечь частоту сердечных сокращений до того, как человек проглотил и сразу после осуществления этого глотательного движения. Особенно выражен этот рефлекс, если вы глотаете не воду, ну, а какую-то более-менее ну, прожеванный какой-то комок пищи. Вот этот рефлекс, он замыкается в продолговатом мозге. Рефлекс гольца, это рефлекс, вы просто пока отметьте его. Кстати, там масса других рефлексов. Это всё будет разобрано с Татьяной Анатольевной Блохиной в её лекциях. Теперь смотрите, мы движемся дальше. Мы перешли в спинной мозг. Мезенцеферн. Мезенцеферн – средний мозг. То есть теперь мы делаем перерезку поперечную между средним мозгом и промежуточным мозгом. То есть мы создаём мезенцефальное или иногда говорят мезенцефалическое животное. Мезенцефалическое животное. Даю характеристику вам смотрите. Я здесь даже выделил вам у бульбарного животного был тонус скелетных мышц неравномерный. То есть там преобладал тонус мышц разгибателей. У мезенцефального животного равномерно выражен тонус изгибателей и разгибателей. А раз так он может поддерживать равновесие. Если мы выведем это животное из равновесия, оно может его восстановить. Оно может вернуть это потерянное состояние равновесия. Об этом опять-таки более подробно мы с вами будем говорить на следующей лекции. Посмотрите на третий пункт. И это животное как спинальное как бульбарное не поддерживает гомеостаз. Значит структуры ответственные за контроль над гомеостазом находятся где-то выше. Мы скоро к ним придем. Осуществляет рефлекторную функцию мезенцефальное животное? Конечно. Конечно. Вот там масса всяких рефлексов, но я бы ваше внимание хотел привлечь к ориентировочным и защитным рефлексам. Ориентировочные рефлексы важны в ситуации, когда надо оценить больной. Ориентируется в пространстве или нет. и если они потеряны эти ориентировочные рефлексы, значит у врача создается впечатление, что средний мозг не работает. Ну, допустим, врач вводит каким-то предметом, может быть, даже вот этим неврологическим молоточком перед глазами у больного. И глазные яблоки, и даже голова может поворачиваться, следовать за вот этим предметом, вот этим неврологическим молоточком. Глаза вверх, вниз, влево, вправо. Это ориентировочные рефлексы. Есть защитные рефлексы. Защитные рефлексы более сложные, чем в спинном мозге, они более сложные, чем в продолговатом мозге. Они уже приводят в состояние подготовки к какому-то действию. Ну, например, ну, например, вы находитесь в состоянии покоя, и вдруг резкий звук, вот, допустим, выстрел, или, ну, любой резкий звук. Что происходит с вами? Вы вздрагиваете, и меняется немножечко поза. Резко повышается в основном тонус мышц сгибателей. То есть, вы как бы готовитесь к прыжку либо догнать, либо убежать от какого-то объекта. То есть, вот эта защитная это защитная группа рефлексов, причем при этом изменяется частота, изменяется потоотделение, изменяется дыхательное движение. То есть, идет подготовка к какому-то сложному двигательному акту. вот теперь мы, наверное, поговорим о ретикулярной формации ствола мозга. Дело в том, что из курса анатомии вы знаете, что по всему стволу вот как бы вот помните в спинном мозге в задних рогах есть желтинозные субстанции. Это на анатомии вы рассматриваете это группа мелких тесно связанных друг с другом нейронов. Вот как бы продолжением этой группы нейронов спинного мозга, но уже с определенными функциями в стволе мозга, то есть в продолговатом мост, средний мозг, вот эта группа нейронов обозначается как ретикулярная формация или сетчатые субстанции. Ну, как бы изучение физиологическое изучение, не морфологическое, а физиологическое началось с Ивана Михайловича Сеченова. Вы, наверное, помните, его называют отцом русской физиологии. Он проводил опыты по торможению. Она до сих пор в практикуме, в учебниках называется опыты сеченовского торможения. Мы их не будем реально проводить на лягушках, но мы их увидим в виртуальном эксперименте на компьютере. Мы уже начали проводить опыты на компьютере. Мы проведем и такой опыт. То есть раздражение определенных участков промежуточного мозга вызывает торможение, рефлексов спинного мозга. И вот еще Сеченов заговорил о том, что, видимо, что-то из головного мозга влияет на спинной. Более конкретно документально, экспериментально доказали роль артикулярной формации американец Мэ-Гун и итальянец Маруце. Их работ их работы были опубликованы где-то в конце сороковых годов прошлого столетия. О чем идет речь? Вот смотрите, в атласах, в учебниках, вот из одного учебника в другой кочуют вот такие рисунки. Вот таким было представление в конце сороковых годов прошлого столетия. Сейчас оно несколько изменилось, и вот об этом более сложном представлении ретикулярной формации у нас сейчас пойдет речь. Смотрите, когда открыли влияние ретикулярной формации на другие структуры спинного и головного мозга Нагуны Мороци, они говорили об активирующем влиянии. Активирующем, то есть возбуждающем или повышающем возбудимость каких-то структур прежде всего головного мозга. Так и называлась активирующая система мозга. Что теперь ясно? Оказывается, активирующие влияния оказывается не только на головной, но и на спинной мозг. То есть есть восходящее активирующее влияние, а есть нисходящее активирующее влияние ретикулярной формации. Этого нет в учебнике, по-моему. Посмотрите внимательно. Ретикулярная формация кроме активирующего влияния оказывает тормозное восходящее на структуру головного мозга, на кору, на подкорковое образование, но и тормозное нисходящее на структуру спинного мозга. То есть ретикулярная формация неоднородна и оказывает неодинаковое влияние на структуры центральной нервной системы. Поэтому сегодня, сейчас мы с вами будем называть ретикулярную формацию неспецифической модулирующей системы мозга. Неспецифической что это значит? Она не оказывает влияние только на одну какую-то группу нейронов. Ну, допустим, только на группу нейронов зрительного анализатора или только на группу нейронов слухового анализатора. На все действует. Что значит модулирующая? Она может повышать возбудимость этих нейронов, а может снижать возбудимость тех же самых нейронов в другой момент времени. То есть это весьма сложная и до конца до сих пор неизученная структура головного мозга. В среднем мозге в нижней его части есть еще одна важная структура голубое пятно. Очень важно, что она активируется, то есть приходит в состояние возбуждения при стрессе. Ну, стресс, как я понял из разговора со студентами, все понимают по-разному. Давайте так будем считать. Стресс – это очень серьезное состояние измененного, измененное состояние человека, когда он находится на грани жизни и смерти. То есть если студент получил неудовлетворительную оценку, это не стресс, это волнение, переживание. Стресс – это более серьезное переживание, потеря близкого родственника, какая-то катастрофа, пожар, вот что такое стресс. И вот в этом случае активируется голубое пятно. На ироны его выделяет медиатор норадреналин. И оказывается, норадреналин оказывает тормозное влияние на соседние структуры мозга. стресс. И это спасает организм человека от стресса. То есть ограничивает его избыточную активность. Спасает от перевозбуждения. Вот что такое голубое пятно. Оказывает антистрессорное действие. Видите, я здесь вам показываю антистрессорное действие. Кроме того, когда в следующем семестре вы будете изучать механизмы сна, вы узнаете, что в голубом нейронах голубого пятна расположен центр парадоксального сна или парадоксальной фазы сна. Среди же в среднем мозге есть ядро срединного шва. Оно является как бы антагонистом предыдущего образования. Это центр медленного сна. Здесь выделяется медиатор серотонин, оказывающий соответствующее влияние на соседние структуры мозга. Вот я сейчас хочу вас вернуть в ретикулярную формацию и объяснить спинальный шок с современных позиций. То есть так, чтобы мы понимали да, шок это отсутствие рефлексов, но вот почему. Итак, шок проходит как бы вот это состояние в два состояния, в два этапа. Первый этап это собственно шок. Отсутствует рефлексы, их нет. То есть нет рефлексов спинного мозга, вот мы пытаемся вызвать рефлекс, его нет. У разных животных он длится по-разному. Допустим, у лягушки, когда бы, вот если бы вы проводили на ней такой эксперимент, это минута, ну, две, иногда чуть больше, там, три. У животных это может быть несколько десятков минут. У человека, кстати, у высших обезьян, вот, допустим, высшие обезьяны месяц-полтора. Вот бывает такая ситуация, когда осуществляется травма у человека, допустим, падает, резкий наклон, поворот головы и перелом в шейном отделе позвоночника перерезка возникает, возникает шок спинальный. И если человек остаётся по какой-то причине жив, то есть сохранено дыхание, этот шок у человека длится до полутора месяцев, до полутора месяцев. То есть состояние, конечно, ужасное, но вот имейте это в виду. А через полутора месяца у человека или через пять минут у лягушки начинается вторая часть, второй этап. Это гиперрефлексия. То есть повышение рефлекторной активности. Так вот, давайте разберёмся, почему же шок-то наступает? Почему первый-то этап наступает? Помните, мы говорили, что ретикулярная формация оказывает нисходящее, активирующее влияние. А раз произведён отрыв головного мозга, то этого активирующего нисходящего влияния нет. Значит, возбудимость нейронов спинного мозга отсутствует. Она поддерживалась ретикулярной формацией, а теперь не поддерживается. поэтому рефлексов нет. Теперь смотрите, какая вещь. Вот возбудимость потеряна, но любая живая ткань постепенно за счёт каких-то обменных процессов восстанавливает свою возбудимость. Также восстанавливает возбудимость нейрона спинного мозга. Допустим, у лягушки через 5-10 минут, у человека через полтора, допустим, месяца. Вот эта возбудимость восстановилась от тормозных-то влияний, посмотрите, тормозных влияний ретикулярной формации, которые идут из головного мозга. Нет. Отрыв головного мозга. А раз нет тормозного влияния ретикулярной формации, то на базе восстановившейся возбудимости спинного мозга развивается гиперрефлексия. Вот так мы с вами будем понимать явление и двухэтапность как бы вот этого спинального шока. идем выше. Денцефальное животное. Денцефальное животное это животное у которого сохранен спинной, сохранен продолговатый мозг, мост, средний мозг сохранен и сохранен промежуточный мозг. то есть произведена перерезка между промежуточным мозгом и конечным мозгом. промежуточный мозг это диэнцефален значит животное диэнцефальное или его иногда тоже называют диэнцефалическое животное. Это синоним это одно и то же. Давайте дадим характеристику этого животного. Первое что следует видимо отметить по сравнению со всеми предыдущими животными помните они не поддерживали гомеостаз диэнцефальное животное поддерживает гомеостаз поддерживает гомеостаз оно обеспечивает интеграцию то есть объединение соматических и вегетативных функций соматических реализуемых через соматический отдел вегетативных через автономный отдел нервной системы значит где-то в промежуточном мозге есть нейроны собирающие информацию и оттуда и отсюда а раз так генцефальное животное может обеспечивать врожденные поведенческие реакции что это за врожденные поведенческие реакции вы будете изучать врожденные в следующем семействе врожденные формы высшей нервной деятельности например первая такая наверное вы наверняка слышали инстинкт инстинкт это врожденные формы поведения и вот эти все наши имеющиеся у нас инстинкты и у животных они замыкаются в промежуточном мозге что еще здесь какая врожденная поведенческая реакция эмоции наше эмоциональное поведение оно зависит именно от состояния промежуточного мозга ну и высших этажей то есть конечного мозга тоже но вот здесь уже на уровне промежуточного мозга эмоции проявляются и положительные и отрицательные наконец мотивации мотивации это устремление к чему-то какой-то деятельности ну ясно что здесь речь идет о биологических мотивациях допустим пищевая мотивация защитно-оборонительная мотивация это промежуточный мозг ну или допустим такая врожденная форма такое врожденное поведение как сон от состояния промежуточного мозга от активности его нейронов зависит в какой фазе сна мы будем находиться как мы выспимся это промежуточный мозг и наконец следующее следует отметить генцефальное животное может осуществлять какие-то формы поведения но целенаправленное поведение произвольное целенаправленное у него отсутствует для его реализации нужна кора больших полушарий существует три отдела промежуточного мозга эпиталамус таламус и гипоталамус очень кратко об эпиталамусе ну в начале лекции он говорил что существует эпиталама эпифизарная система так вот эпиталамус и собственно вся эта система как вам говорили на кафедре биологии обеспечивает наши биологические ритмы мы живем ритмично у нас есть суточные ритмы у нас есть месячные ритмы у нас есть годичные ритмы и так далее это функция эпиталамуса наиболее изучены суточные ритмы месячные ритмы менее изучены другие чем еще знаменит этот эпиталамус он реализует командует выделением меланотонина оказывающего тормозное влияние на выработку гонадотропина в гипофизе то есть у них конкуренция существует одной системы и другое наконец эпиталамус эпиталамоэпифизарная система контролирует пигментный обмен вы наверное слышали такое заболевание витилиго депигментация каких-то участков кожного покрова это связано с нарушением вот именно в этой системе еще раз хочу сказать система эта изучена еще не так достаточно чтобы о ней уверенно долго рассказывать вот основные моменты я вам рассказал таламус то что написано в учебнике это очень редуцированный сокращенный материал таламусе известно гораздо больше я вам дам то представление которое существует в настоящее время в физиологии в таламусе существуют четыре группы ядер специфические ядра что это значит то есть по ним проходит информация строго одной модальности помните термин допустим строго информация идущая по зрительному анализатору строго информация идущая по слуховому анализатору и так далее ядра эти ядра иногда называют проекционные в некоторых пособиях вы увидите название релейные не совсем не всеми принятое название поэтому я его вам вот здесь не написал что это значит специфические ядра значит эти ядра состоят из мономодальных нейронов и если специфические ядра таламуса специфические ядра я имею ввиду какого-то ну допустим слухового анализатора выходит из строя и слева и справа я думаю вы догадываетесь этот человек больше никогда уже ничего не услышит потому что информация от рецепторов до коры большого больших полушарий не доходит не доходит вот задача специфических ядер довести строго определенную информацию не специфические ядра вы помните про ретикулярную информацию что она как мы ее называли мы ее называли не специфическая модулирующая система мозга так вот не специфические ядра а значит и нейроны входящие в эти ядра они фактически дублируют функцию ретикулярной информации но исключительно для головного мозга на спинной мозг они не действуют поэтому вот эти нейроны или эти ядра неспецифические вместе с входящими в них нейронами называют неспецифической модулирующей системой головного мозга или второй неспецифической модулирующей системой следующие ядра то есть хочу еще раз пояснить что значит неспецифическая туда приходит информация и со слухового и со зрительного и с любого другого анализаторов и одинаково воспринимаются этими нейронами то есть они полимодальны вот если нейроны специфических ядер мономодальны то неспецифические полимодальны следующая группа ядер ассоциативные ассоциативные это тоже полимодальные нейроны полимодальные нейроны Они принимают информацию, идущую по различным анализаторам, принимают, обрабатывают, сравнивают, сопоставляют и эту информацию посылают в кору больших полушарий. Это очень важная группа нейронов. Дело в том, что от них иногда зависит наше неосознанное восприятие окружающей действительности. То есть, мы чувствуем себя не очень комфортно в какой-то среде. Или наоборот, мы попадаем в какую-то комнату, в какую-то обстановку, и наоборот, нам всё кажется приятным, понятным, хотя объяснить мы это не можем. Я приведу вам, может быть, такой пример. Вот смотрите, вы посещали больничное учреждение. Вы посмотрите, в больницах, в поликлиниках, в больницах вы видели раскрашенные яркими цветами стены? Вы слышали, чтобы там кто-то громко кричал? Ну, а если кто громко кто-то кричит, то его обычно останавливают. То есть, идёт взаимодействие слухового и зрительного анализаторов. Нет перераздражения, повышенной активности ни того, ни другого. И это действует успокаивающее на человека. То есть, он в такой ситуации чувствует себя комфортно. Допустим, на приёме у психотерапевта, может быть, кто-то у вас бывал, играет какая-то тихая музыка, свет неяркий, опять-таки, стены не раскрашены в разные цвета. Теперь вспомните другую ситуацию. Может быть, вы ещё не вышли из этого возраста и ходите на дискотеки. А может быть, слава богу, не ходите, а вспоминаете. Ужасно громкая музыка, мелькающие какие-то огни разного цвета – всё это действует раздражающе на наш мозг, на человека. И всё это выводит из состояния равновесия. То есть, посещение дискотеки выводит человека из состояния покоя, и многие очень тяжело это переносят. И вы, наверное, знаете конкретные ситуации, когда выносят на носилках с дискотеки таких людей. Вот это работа ассоциативных ядер. Это работа ассоциативных ядер, которые, с одной стороны, успокаивают работу нашего организма и нашу деятельность, а с другой стороны, наоборот, активируют. И, наконец, моторные ядра. Давайте я на этих ядрах остановлюсь в следующей лекции, потому что там мы будем говорить подробно о движении, и там я вам расскажу об их функции. Сейчас лишь одно я могу вам сказать. Вы помните, что есть моторная кора? Передняя центральная извилина или прецентральная извилина. Так вот, именно под действием моторных ядер таламуса, получив от них информацию, начинает работать эта моторная кора. То есть она принимает информацию от моторных ядер из ассоциативной коры, из сенсорной коры и посылает готовую информацию к мотонейронам. Вот так пока кратко. Почему я это вам сейчас говорю? Я не успею сегодня вам рассказать о конечном мозге и функции моторной, сенсорной, ассоциативной коры. Вы узнаете из учебника и вот из этих методических разработок. Таламус мы разобрали. Эпиталамус разобрали. Гипоталамус. Гипоталамус мы будем разбирать еще на одной лекции и немножечко по-другому. Вот давайте на этой лекции я попытаюсь разделить весь гипоталамус на две части. Латеральный. Его нейроны имеют двусторонние связи со всеми, практически без исключения, структурами центральной нервной системы. Это чисто нервная структура. Медиальный гипоталамус. Он фактически является дублером. То есть он точно так же имеет двусторонние связи со всеми структурами центральной нервной системы. Выше лежащими, ниже лежащими, соседними. Но кроме этого он имеет связь с гипофизом и формирует известную вам гипоталаму, гипофизарную систему. Таким образом, в целом, именно гипоталамус и благодаря латеральному, и благодаря медиальному обеспечивает, вот я уже выше говорил, интеграцию, то есть объединение соматических и вегетативных функций. Именно он этим занимается. Лимбическая система. Лимбическая система представлена древней старой корой и подкорковыми структурами. Ну вот здесь я вам напоминаю. Древняя кора. Это обонятельная луковица, бугорки, перегородка, септум, пилюцидум, старая кора, гиппокамп, поясная зверина, островок. Из подкорковых структур здесь на первом месте стоит мендолевидное ядро. И вот всё это вместе формирует так называемую лимбическую систему, которая открыта была примерно в те же годы. МакКлин, американец, в те же годы, как и ретикулярные формации. Это конец 40-х годов прошлого столетия. Каковы функции лимбической системы? Ну, во-первых, её иначе называют обонятельный мозг. Обонятельный мозг, потому что именно здесь имеет место корковый отдел обонятельного анализатора. Функция обоняния, она очень важна для человека. Она по-разному выражена у животных, у человека. У животных гораздо лучше, у человека значительно хуже. Причём у людей имеются половые отличия. Мужчины гораздо хуже чувствуют вот эти обонятельные раздражители, чем женщины. Имеются возрастные особенности. новорождённые, грудные, очень плохо ощущают всевозможные запахи. И пожилые люди старческого возраста тоже. К чему я веду речь? Значит, видимо, в зрелом возрасте у людей роль обонятельного анализатора достаточно высока, особенно у женщин. Она может создать приятное состояние человеку, а может вызвать крайне неприятное состояние и поведение человека. Наверное, вы слышали, что на некоторых предприятиях за рубежом, может быть, даже и у нас теперь это есть, просто я не в курсе. Но разбрызгивают особые аэрозоли, создающие приятное состояние человека, а значит, повышающие его работоспособность. Вот в связи с тем, что я сейчас вам рассказал лимбическую систему, то есть обонятельный мозг иногда называют третьей неспецифической модулирующейся системой мозга, то есть ретикулярная формация, неспецифические ядра таламуса лимбической системы. Вот это три таких кита. Следующая функция лимбической системы поддерживает гомеостез, но лимбическая система она это делает не самостоятельно, а вместе с гипоталамусом. Вот лимбическая система как бы руководя гипоталамусом обеспечивает вот это вот постоянство стабильность гомеостатического регуляции. Следующая у нас когда-то будут в следующем семестре лекции по условным рефлексам. Мы будем изучать высшую нервную деятельность, но термин условные рефлексы вы знаете из школы, из кафедры биологии. Так вот, при выработке условных рефлексов, это немножечко забегая вперёд, я вам говорю, обязательно участвуют не только корковые структуры, но и подкорковые структуры. И вот одной из таких подкорковых структур, участвующих в выработке условных рефлексов, является лимбическая система. То есть, все условные рефлексы, связанные с изменением работы сердца, дыхательной системы, пищеварительного тракта, выделительной системы. Вот во всех этих условных рефлексах обязательно участвует лимбическая система. Следующее, что следует иметь в виду, память, память животных, память человека, обязательно связана с работой лимбической системы. И при её повреждении наступает очень серьёзное изменение в памяти. Биологические мотивации. Ну, я их уже называл биологические мотивации, эмоции. Это всё связано с работой лимбической системы. Единственное, что бы хотелось здесь, пожалуй, сказать, что если гипоталамус обеспечивает эмоции, но как бы ложные, как бы саму картину, допустим, эмоции положительной, отрицательной, которые не носят истинного характера, то лимбическая система как раз реализует истинное проявление эмоций. То есть человеку приятно положительные эмоции, человеку неприятные неприятные эмоции. И, наконец, лимбическая система обеспечивает вида специфическое поведение. ну, допустим, вот, как, допустим, кошка приступает к акту еды. Она сначала понюхает, она сначала обойдет эту чашечку с едой, может быть, даже начнет как-то закапывать эту еду, и только через некоторое время приступит к еде. Ну, зависит, конечно, от состояния голода. Как обычно собаки это делают? Собаки сразу набрасываются на еду. То есть есть какие-то особенности в поведении вот пищевой мотивации, половой мотивации у различных животных. Так вот, это вида специфическое поведение очень тщательно изучалось на различных животных, и очень большую информацию мы получили на обезьянах, которым удаляли мендолевидное ядро. Вот при удалении мендолевидного ядра наблюдается синдром Клю, Вера, Бьюсси. Он имеет место и у человека, только к человеку не удаляют мендолевидное ядро, а оно, видимо, в результате какого-то патологического процесса поражается. Но симптомы этого синдрома, они одинаковы. Вы их сейчас увидите. Во-первых, снижается, изменяется, изменяется поведение человека или животного. Ну, допустим, в стае обезьян всегда есть вожак, главарь которому все подчиняются. Если у этого вожака удалить мендолевидное ядро, то он теряет агрессивность, а это чувствуют все другие обезьяны, и даже самая последняя в этой стае обезьяна может пнуть, укусить этого бывшего вожака. То есть, теряется вот это мотивационное поведение. Развивается гиперсексуальность. Гиперсексуальность выражается ну, вот вы знаете, что есть допустим так называемые маньяки. Маньяки, наверное, двойного происхождения есть. Есть невоспитанные люди и есть, наверное, больные люди. Вот люди больные, если у них проявляется такой синдром Клювера-Бесси, то, видимо, их надо каким-то образом лечить. А невоспитанных людей маньяков видимо надо сажать в соответствующие места. У животных это проявляется в нарушении вида специфичности. Вот, допустим, у обезьян при удалении менделевидного ядра они вступают вот в половой контакт с животными совершенно другого вида. допустим, с птицей, с курицей пытаются наладить контакт. Гиперорализм. Вы видели грудных детей? Они всё тянут в рот. То есть, идёт как бы опознавание нового предмета. вот это синдром Клювера Бесси. Потеря чувства страха. Обезьяна с удалённым менделевидным ядром, они, обезьяны, боятся змей. Вот это обезьяна с удалённым менделевидным ядром легко берёт и в руки, и на шею может повесить себе змею. Она легко лезет в огонь, в костёр, пытаясь что-то достать. Вот это всё нарушение мотивационного поведения. Вот это вся группа симптомов. И, наконец, симптомы, связанные с нарушением памяти. Человек забывает, что он делал. это агнозия возникает. То есть, он сделал какое-то дело или получил какую-то информацию и моментально забывает о ней. В связи с этим проявляется любопытство. То есть, человек потерял информацию о том, что он что-то знает, и он начинает интересоваться вновь каким-то вопросом. Так же и у животных чрезмерное любопытство возникает при синдроме Клювера Бесси. Кора больших полушарий. Значит, единственное, что я для начала вам скажу, остальное вы прочитаете по... Я опять рекламирую эти разработки. это то, что кора открыта в 1870 году благодаря работам вот этих двух немецких физиологов, которые использовали для доказательства функций коры методом раздражения. То есть, они, раздражая отдельные участки коры, выяснили, что кора неоднородна. И забегая вперед, я хочу сказать, в анатомии вы изучали, что по Бродману есть множество различных полей, имеющих отдельные структурные особенностей. Для нас в физиологии будет важно, что всю кору мы можем разделить на три основные зоны. Первая зона – сенсорная кора. Именно она собирает всю информацию с рецепторов из внешней, из внутренней среды. Это сенсорная кора. Там расположены корковые отделы всех анализаторов. Вторая кора – это ассоциативная. Ассоциативная кора состоит из поли модальных нейронов. Она собирает информацию из сенсорной коры, анализирует её. Здесь формируются процессы восприятия. Здесь созревает какое-то решение. действовать или не действовать. И третья кора – это моторная кора. Вот если ассоциативная кора, так будем в кавычках её брать, решила действовать, то информация идёт на моторную кору. И моторная кора посылает информацию, помните, клетки БСА, посылает информацию моторной нейронам. Вот на этом всё остальное вы почитаете самостоятельно. Я заканчиваю лекцию. Благодарю вас за внимание. Вопросы к лекции последуют несколько позднее. Отвечайте на них. Всего вам доброго.